Привет, с вами Виконство. Сегодня мы отправляемся на Массандровский пляж. Вдоль всего побережья вас будут окружать с левой стороны косметика из Крыма, пиво, рыба, раки. То есть можно купить еще там гранатовый сок, чурчхелу, ну всякие остальные разные приколы. Вот так сдалека видно то, что отдыхающих хватает. Ну как и везде в принципе в курортной зоне можно будет купить вам все, что захотите. Были бы деньги. Также продают раки, креветки. Креветки по 50 рублей. Есть по 100, которые побольше. Пиво на разлив, соки, сидры. Ну в среднем цена 70-80 рублей. Вина, тут курицу запекают. Вот одна штука будет стоить 450 рублей. То есть продается поштучно. Но отдыхающих я бы сказал многовато. Время сейчас пол 11 утра. Как раз солнце начинает только нормально припекать. И все выходят на пляж. На море загорать. Под зонтиками. Кто на шезлонгах, кто просто на покрывалах. Чебуреки по 130. Ну и цена максимальная. 190 это максимум начинки. Шаурма начинается от 200 до вегетарианская. Тут рыба у нас. Цена вы все видели. Слышно уже крики отдыхающих. Так, ну что, вот и первая часть Массандровских пляжей. Ну как видите, туристов многовато. Хотя есть еще здесь свободные места. Но все хотят положить свои подстилки где-то под зонтиками. Давай чуть-чуть ниже спустимся. Покажу вам ближе. Море уже прогревлось. А так, конечно, людей в воде хватает. Все как раз возле прибрежной линии лежат. Видите, вода хорошая. Конечно. Чего она будет плохая? В общем, давайте идем дальше. Сам Массандровский пляж считается чуть-чуть подальше. То есть он там по центру. Ну и вообще здесь как бы вереница, поделенная на некоторые части. Также вон там шезлонги можно арендовать. Но что дальше пройдем, я вам покажу. Видите, здесь пляж уже подороже. Все на шезлонгах и только там внизу маленькая часть, где можно загорать. Так, ну вот еще пляж. Видите, специально поставили вентилятор и охлаждают посетителей, так как очень жарко. Пляжи между собой схожие. Вот так в общей черте вы должны понимать, сколько здесь людей приходит купаться. На магазинах нет смысла зацикливаться. В принципе, все одно и то же. Только разные товары продаются. Людей не битком, но и немало. Вон там вдали Змей Горыныч летит. То есть прогулки на катамаране. Там можно арендовать, можно на банане покататься. Кафе как раз на берегу моря. И вот такой посетитель сидит, ждет свою спутницу. Так, вот еще один пляж. По названию я вам не буду подсказывать, но они все между собой похожи. Вот в принципе можно ориентироваться уже на месте. Где чуть поменьше людей будет, там можете располагаться. Здравствуйте, а сколько такая процедура стоит? 300 рублей 5 минут, 15 минут 500 рублей. Ага, спасибо. Видели, какая здесь замануха есть? То есть можете прийти, ноги окунуть в бассейн, и вас будут грызть рыбки. Думаю, поинтересуюсь. Вот только по телевизору показывали такие процедуры. Ну, чтобы вы знали, что на побережье Массандровского пляжа можно ощутить весь комфорт. Видите, чем дальше отходишь от начала, тем меньше отдыхающие здесь становится. Но в основном все приходят туда в начало, и там укладываются. А здесь все-таки людей поменьше. Сейчас можно еще поближе вам море хоть показать. А то вы и море не видели. Не, ну видели, но это не то. Вода чистая, тут галька как раз не острая, то есть купаться можно. Но хотя желательно заходить в тапочках каких-то, либо в кроксах, которые застегиваются, чтобы вы не потеряли. Вот такие вот камни. Черное море глубокое, сразу заход в воду не пологий, а обрывистый. То есть буквально 5-7 метров пройдете, и сразу же обрыв. Поэтому смотрите за детьми. Ну, так, в принципе, выглядит еще одна часть Массандровских пляжей. Также вот есть кабинки для переодевания и душ. Душ платный. Стоимость услуги 10 рублей за одну минуту. То есть 10 рублей кидаете, и оттуда, либо оттуда будет литься вода. По пляжам все чисто, все убрано. Во-первых, за пляжами следят. Ну, во-вторых, ну это курорт как-никак. То есть все сделано цивильно и адекватно. Теперь здесь расположен еще бассейн при уходе сразу, ну для детей. Ну и точно такой же пляж. Продвигаемся еще дальше. Давайте уже дойдем до конца. Там мы увидим как раз схему, карты, где находится каждый из пляжей. Название. Ну вот еще один пляж. Видите, здесь ступеньки. А там есть подъемник для инвалидов. То есть можно оттуда заехать на коляске и опуститься. Но это немаловажный фактор. То есть для всех людей рассчитано. Даже с ограниченными возможностями. Ну вот и самый крайний пляж. Там уже начинается пирс, камни, плиты. Но это не останавливает людей и они оттуда даже прыгают в воду. Ну что, давайте еще пройдемте дальше до самого конца. Я сейчас как раз вам покажу схему этого пляжа. Вот Массандровский пляж. Время работы с 8 до 18. Санитарное время с 5 до 8 утра. Убирают на этих пляжах. Ну и вот карта. То есть мы 6 частей пляжа уже прошли. Нужно пойти окунуться в море. Надену аквабокс на камеру. Ну и конечно же покажу прозрачность Черного моря. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok